Ничто, как большое скопление людей протестной массы, ничто так не влияет на политиков. А они не собираются, эта масса. Есть такой маленький пример. В Швецию лет года два-три назад приехала красивая телочка подрюкаться с богатым шведом. Вот она с ним там побыла-побыла. То есть, судя по ее рассказам, а там ее потом, эту бедняжку, блядушку, приютили местные поляки, надавали ей денег, чтобы она уже наконец-то вернулась домой, к себе на Польшу, в Польшу. Она села на паром и уехала, слава богу. Поляки ей полония там местная помогла. То есть, судя по ее рассказам, он хотел от нее девиации и всяких там неприличных сексуальных извращений. И она как бы отказалась, а он ее там чуть ли не побил, пооскорблял и выкинул как шапку. То есть, полька, красивая полечка. Значит, когда-то в Великопольше год назад подходит на вокзале неприлично одетый под бухом молодой поляк. И мне, ну, прошам, пана, грушик не найдется у пана. Я такой офигевший. Сам только как бы с полымя до вагоня. Я ему как там прочитал лекции, я говорю, ты шо, вообще офигел, блядь. Ты ж в Евросоюзе, ты ж, у тебя права, ты можешь, блядь, на Марс улететь. Тебе не нужны документы, дозвельные всякие, карты побыта, шма-то-хма, и мы побыта. Сел и поехал, заработал себе бабла, и все. Ну, и ты лазишь, как плесень какая-то, и у какого-то украинца на вокзале просишь грошек. Ты шо, недоразвитый, блядь. Смотрели потом на меня поляки, говорят, да шо ты пристал, блядь, человек. Да я говорю, в шоке. Я им там описал, как такое, только локдаун начался, и оно такое лазит, блядь. Офигеть можно. И от поляков. Ну, а у поляков-то войны нету, то есть, ну, они офигевшие, да, ну, можно покритиковать того всего, блин, но не аж так жестоко и цинично, как у нас. То есть, а наши приехали, ножки, ручки сложили, и делай, как мы, делай, как вот эта телочка, которая приехала в Швецию подъебнуться, а ее, блин, от нее не просто так рыбку съесть и сесть туда, а так, чтобы с девиациями, так, чтобы она пострадала, так, чтобы удовольствие этот долбанный девиант швед получил от нее более чего-то такое, как завоеватель он какой-то такое, от маминой цицки только отошел, а тут полечка, над которой можно поиздеваться, то есть все. Ну, а она сама-то виновата, потому что у нее все права. Она может и могла заработать эти деньги и найти себе нормального мужа, не девианта, более приличным, по-христиански хотя бы, способом. Нет, она решилась на другое, что так можно зарабатывать. И ее, как селедку, блин, как чамарашную, блин, выбросили, блин, никому не нужный непотреб. Ой, блядь. От любви хорошей у меня. Субтитры создавал DimaTorzok